Кадры решают все, а потому эти кадры нужно тщательно отбирать. Для Федеральной службы безопасности особенно. Сотрудник регионального управления проводит встречи со старшеклассниками и приглашает на обучение в пограничный институт ФСБ России. В течение осени мероприятие пройдет во всех крупных городах губернии. В пятницу в Фурмановском центре детского творчества собрались ребята сразу из двух муниципалитетов – Фурманово и Приволжска. Потенциальным пограничникам показывают имиджевые ролики в институте, отвечают на вопросы, рассказывают о плюсах и минусах. Естественно, обучение у нас бесплатное. Кандидаты у нас сдают ЕГЭ, вернее в школах они сдают ЕГЭ по месту жительства. Плюс один из вступительных экзаменов в институте пишется, сдача зачетов по физподготовке. Ну и на основании этого проводится конкурс в институтах. Службу родине в качестве профессии молодые люди выбирают для себя все чаще, отмечают специалисты. В военных институтах недобора нет, скорее наоборот. Многие из собравшихся с будущим уже определились. Навстречу пришли, что называется, просто прощупать почву. Учусь я в 11 классе в городе Приволжске. Все родители у меня военные, МВД, отец полковник, дед тоже был полковником. И ФСБ, ну, я как и сделал выводы, что ФСБ это граница, это служба безопасности. И у меня как душа ближе лежит к МВД. Но есть ребята, которые хотели бы служить в ФСБ. Представления об этой закрытой от посторонних глаз структуре у них весьма романтичные. Это, скорее всего, секретность, тайна, что никто не знает о твоих достижениях. Наверное, не надо, как бы, дискуссировать о том, что происходило, например, на тех же самых войнах и чем ты занимаешься. Пускай лучше это будет оставаться в тайне и знать будешь о своих достижениях только ты. У 11-ти классников время для того, чтобы определиться с будущей профессией, осталось не так уж и много. Те, кто все же выберут для себя пограничный институт, должны подать заявление в региональное управление ФСБ не позднее 1 марта года поступления. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иванова, Формунов. Институт располагает стадион. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова